Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЕАИ-ТВ. В студии Тимофей Львудин. Пять раз с начала суток российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь в рядах вооруженных сил Украины нет. Об этом телеканал ЕАИ-ТВ рассказал представитель пресс-центра операции объединенных сил Вадим Бакай. На протяжении текущих суток боевики российско-оккупационных войск пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников вблизи Новозвановки, Троицкого, Маринки и Водянова. По данным разведки, один оккупант был уничтожен. Один получил ранение. А вот за минувшие сутки российские оккупанты 36 раз открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Шесть раз из запрещенного тяжелого вооружения. В частности, под минометным огнем оказались защитники Крымского и Толоковки. А вблизи Павлополя, кроме минометов, боевики били по украинским укреплениям из танка. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы использовали вблизи Макарова, Новолуганского, Пивденного, Зализного, Марьинки, Красногоровки, Гнутого, Лебединского, Водянова и Широкина. Дезертира, разыскиваемого с 2014 года задержали сотрудники Службы безопасности Украины. По данным военной прокуратуры, старший солдат украинских вооруженных сил перешел на сторону российских оккупантов в Крыму. С 2015 года служил по контракту в вооруженных силах России. После увольнения вернулся домой в Кировоградскую область, где и был задержан. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Пол Манафорт отчитался о 14 миллионах долларов, заработанных в Украине с 2010 по 2014 года. Об этом сообщает «Голос Америки». Однако, по версии спецпрокурора Роберта Мюллера, Манафорт за политические консультации для бывшего президента Януковича и партии регионов получил 60 миллионов долларов. С большей части дохода налоги не заплатил. И чтобы утаить заработанные средства, Манафорт открыл свыше 30 банковских счетов в трех странах мира. Информацию о том, что Манафорт скрывал иностранные счета, подтвердил его бухгалтер Филипп Айлев. Суд над Манафортом начался 31 июля в американском штате Вирджиния. Его обвиняют в налоговых и банковских махинациях. Санкции за сотрудничество с Северной Кореей. Министерство финансов Соединенных Штатов заблокировало всю собственность российского банка «Агросоюз», расположенного на территории США или находящегося под контролем американских граждан. В заявлении Минфина говорится, что ограничения ввели из-за того, что «Агросоюз» совершал значительные транзакции в пользу главного представителя Северокорейского банка иностранной торговли «Ан Янг Су». И банк, и его представители находятся под санкциями США и Совета безопасности ООН. Также Минфин внес санкционный список и другого представителя банка иностранной торговли Ри Йонг Она. Соединенные Штаты будут продолжать применять санкции ООН и США и закрывать незаконные потоки доходов в Северную Корею. Наши санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверенной денуклеаризации Северной Кореи. Сроки денуклеаризации корейского полуострова определит сам лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Channel News Asia. По его словам, это было решением северокорейского руководителя. Помпео уверен, что мир будет спокойнее, чем до апрельского саммита между главами США и Северной Кореи. Вместе с тем, санкции в отношении Пхеньяна будут сохраняться до полного ядерного разоружения корейского полуострова. А это долгий путь, отметил Помпео. Варят пиво и помогают украинским бойцам на передовой. В Лисичанске Луганской области в местной пивоварне делают для военных буржуйки и ремонтируют технику. На предприятии работает порядка двухсот человек. За четыре года войны никто не оставил завод. Подробнее наши корреспонденты. Наталья – главный пивовар. На Лисичанском пивзаводе работает уже 27 лет. С детства знала, кем хочет стать. Я пришла на предприятие, потому что на этом предприятии у меня работала мама. У нас семейная династия. Родной коллектив и место работы Наталья не оставила, когда часть Луганской области оккупировали боевики. Мы не оставили завод и все работали. Приходилось работать кому-то сутками даже, не уходили. Мы тут даже ночевали в бежище. Производственный цикл начинается с солода, проращивания ячменя. Около 5000 тонн сырья закупают в Хмельницкой и Кировоградской областях. Это называется замочное отделение. Оно состоит у нас из четырех чанов. Каждый чан вмещает по 10,5 тонн зерна. В замочном отделении ячмень замачивается, обеззараживается и напитывается влагой, для того, чтобы эта зерновочка росла. Потом ячмень отправляют на солодоросильные грядки. Дальше в сушилку. После прохождения всех этапов подготовки зерна начинают варить пиво. По трубам мы получаем в заторный котел дробленый солод. Делается затор, выдерживается температурный режим. Там на определенный сорт пива, сорт варки свой температурный режим. За качеством сваренного пива следит собственная лаборатория. Один из важных параметров – кислотность хмельного напитка. Сейчас мы проверяем кислотность пива, которую отдаем на фильтрацию и на розлив, когда в бутылке что разливаем, чтобы было хорошее. На заводе работает около 200 человек. За год делают порядка 4000 тонн живого пива без консервантов. До войны в основном продукцию продавали в Луганской и Донецкой области. Я как патриот, принципиально мы перестали торговать на Луганск и на ту территорию. Сейчас мы уже продаем свою продукцию и в Киевской области, и во Львовской области, Одесской, Ивано-Франковской, Харьковской. Олег Кострюков руководит заводом уже 10 лет. Самому предприятию в августе исполнится 46. С началом войны на Донбассе помогает украинской армии. В моих цехах варил буржуйки, транспортный цех занимался машинами, ремонтом машины, пограничникам Кугуары. Даже БТР, Нацгвардия пригнала взорванный БТР, притянули с-под Дебальцева. И мы здесь буквально за два месяца собрали БТР. В планах предприятия выйти на европейский рынок. Однако больше всего пивовары мечтают, чтобы закончилась война. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, UATV. Ушел в отставку из-за лесных пожаров министр гражданской обороны Греции. Премьер-министр Греции Алексис Ципрос принял решение Никаса Тоскаса в пятницу, сообщает пресс-служба главы греческого правительства. Ранее покинули свои посты два заместителя мэра города Марафон, который также пострадал от огненной стихии. Масштабные пожары в Греции вспыхнули 23 июля. Огонь бушевал в городах Кенета, Рафина и Мати, находящиеся на западе от Афин. По меньшей мере 91 человек погиб. К тушению пожара привлекли 4 самолета, 2 вертолета, 110 спасателей и 47 транспортных средств. Местные власти утверждают, что произошел умышленный поджог. Полиция уже задержала подозреваемого. Высокая вероятность возникновения пожаров и в Украине. Госслужба по чрезвычайным ситуациям на субботу-воскресенье установила четвертый высокий и пятый чрезвычайный уровень пожароопасности. Это касается восьми областей Украины. По данным синоптиков, в выходные температура воздуха будет достигать 27-33 градусов тепла. На юге страны воздух прогреется до 34. Прохладней станет лишь в понедельник. В западных, северных областях и местами в центре Украины жаровременно ослабеет до 23-27 градусов. На территории Украины в августе мы ожидаем более теплую погоду, чем раньше. Среднемесячная температура, по нашим прогнозам, будет около 25 градусов. Это приблизительно на 1,5-2 градуса выше нормы. Осадков будет меньше. Только на юге Украины осадков выпадет в обычных пределах. В других регионах около 80% от нормы. НАСА представило 9 астронавтов для миссий SpaceX и Boeing. Об этом сообщает космическое агентство на своем сайте. Четыре из них войдут в состав экипажа SpaceX Crew Dragon. Остальные пять отправятся на Международную космическую станцию на Boeing Starliner. С 2011 года американских астронавтов на МКС доставляли Российские союзы. В следующем году они полетят на американских космических кораблях. С 2010 года НАСА начало стимулировать разработку частных кораблей, чтобы заменить российские. Впервые с 2011 года мы находимся на пороге запуска американских астронавтов на американских ракетах с американской Земли. Актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. На этом у нас пока все, но буквально через 2 часа новый свежий выпуск новостей. Спасибо, что остаетесь с нами и до встречи. Продолжение следует...